Вчера фонд Святой Екатерины раздарил по больницам новую партию, тонны веса и миллионы штук, средств индивидуальной защиты, необходимость в которых растет, к сожалению, с каждым днем вслед за рекордным ростом числа заболевших коронавирусной заразой. Специалисты, не стесняясь в оценках, объем этого дарения называют колоссальным. Все это распределили между 18 больницами Екатеринбурга и Свердловской области. Значение такой меценатской помощи, которая стала поступать от благотворителей с начала весны прошлого года вместе с началом пандемии, переоценить сложно. Например, в Свердловском областном онкологическом диспансере вполне допускают такую вероятность, что не будь этой благотворительной помощи в виде масок, перчаток, костюмов, антисептиков и прочего, что относят к средствам индивидуальной защиты медиков, они вынуждены были бы остановить оказание помощи онкобольным. Слава богу, до такого не дошло ни разу. Трудно вообще переоценить помощь, поскольку все мы работаем в напряженном режиме. Сначала пандемия и медики, и, собственно, пациенты. И спрос на средства индивидуальной защиты вырос в разы, поэтому помощь была колоссальна. Наше учреждение не закрывало свои двери ни на один день. Мы как работали, так и продолжали работать, поэтому в том числе и с помощью фонда Святой Екатерины. Учредители фонда Святой Екатерины, глава русской медной компании Игорь Алтушкин, гендиректор УГМК Андрей Казицын и владелец Симоленда Андрей Симоновский на такую поддержку Свердловских больниц за прошедшие полтора года потратили уже более 1 миллиарда 800 миллионов рублей. Конкретно за эту партию фонд заплатил 40 миллионов рублей. Сегодня мы передали 2 тонны антисептиков, полмиллиона пар перчаток, респираторы, одноразовые костюмы. Благодаря тесному взаимодействию с Министерством здравоохранения Свердловской области мы точно знаем, что вся наша помощь доходит до адресатов. Вы знаете, вот есть моменты, когда нельзя опускать руки, а, как сказать, жизнь делает так, что хочется опустить руки. И вот когда нам объявили о том, что мы нужны в борьбе с ковидом, уже третий раз должны перепрофилироваться, не имея на это достаточных средств и ресурсов, вот тут вот нам стало плохо. Вот я как бы честно за себя говорю, что у меня просто было на душе отчаяние, потому что я же не могу невооруженных докторов в красную зону отправлять, правда? Поэтому здесь мы обратились к фонду Святой Екатерины, И благодаря именно фонду Святой Екатерины, благодаря тому, что в течение двух дней вопрос был решен, мы смогли открыться в срок, когда это требовалось. И наш госпиталь уже за эти неполные две недели, вот завтра будет две недели, как мы работаем, уже принял 112 беременных женщин, уже провели полтора десятка родов, уже у 15 почти женщин уже детки родились в красной зоне, и все доктора у меня живы-здоровы и продолжают работать.